Добрый день, друзья! Сегодня мы в гостях у Дмитрия Львовича Маслова, председателя общественного комитета по проблемам пчеловодства. Хочу ему задать несколько вопросов. Один, который сейчас нам всем интересен, это о вступлении в марте закона по пчеловодству. Вот, то есть расскажи по ветправилам нам содержание пчел. То есть твое мнение, откуда их взяли, то есть ветправила, то есть из чего все исходили и как решались эти проблемы. Да, уважаемые коллеги, подписчики канала, добрый день, доброго времени суток, будем так говорить. Большое спасибо за предоставленную возможность раскрыть некоторые нюансы происходивших вокруг редакции ветеринарных правил вещей. И совершенно нормально, что пчеловоды в своей массе, будем так говорить, касались этого вопроса в непосредственном временном формате, когда эти вещи происходили. А будем так говорить, по большей части делают это ретроспективно, скажем так, как в период, когда их пчелы находятся в состоянии биологического покоя, зимовки, начинают, в общем-то, выяснять какие-то нюансы происходящих вещей. И, соответственно, зачастую получается так, что то, что содержится где-то в открытых источниках и тому подобных медийных ресурсах, ну, не совсем по нашей рецензии, по нашему скринингу этой ситуации получилось так, что не совсем это все таким образом освещено, как происходило, будем так говорить, на самом деле. В этом смысле хочется прояснить вот эту ситуацию. На правах эксперта по данному направлению мною получено как раз именное подтверждение из Департамента ветеринарии Российской Федерации за подписью заместителя, как раз непосредственно для того, чтобы прекратить вот эти спекуляции в отношении таких кулуарных действующих лиц, которые как бы берут на себя зачастую неправомерные, в общем-то, составляющие по решению этих вопросов, которые, в принципе, уже давно закончены на самом деле, и идут регламентные процедуры вступления данного нормативно-правового акта в силу. То есть, соответственно, Департамент ветеринарии Минсельхоза России в данном как раз полученном мною обращении, как раз и содержится суть, что совещания проходили в режиме видеоконференц-связи, и в них, кроме рассмотрения вот этого проекта, еще шла его и доработка. Вот. Но начало, как вот меня спросил Игорь, примерно вот этого вопроса где-то в 15-м году он был в целом реанимирован, когда мне удалось посетить по приглашению на правах учредителя регионального общества Государственную Думу Российской Федерации, и там как раз бывший начальник департамента животноводства, то есть, ну, будем так говорить, он тоже находился на правах приглашенного гостя, потому что это мероприятие, оно проходило под лейблом КПРФ, то есть инициатором его был Олег Александрович Лебедев, депутат, и мы давали подробную статью в развитии происходивших на том мероприятии вещей, эта статья будет под данным роликом выложена, то есть она сохранена именно в цифровом формате, вот. Соответственно, вот после этого старта нам удалось совместно выйти к 18-му году на уровень общественного форума, то есть главными направлениями которого нельзя вот сказать, что это была именно политическая сторона, нет, прежде всего это было общение, и та статья, которая вышла обобщенно, касаемая этого форума и происходящих вопросов в отношении редакции ветеринарных правил от 16-го года, она как раз, вот эта статья, все то же самое раскрывала, и она тоже будет здесь вот под данным роликом, ну, как бы сказать, как подтверждение непосредственно вклада саратовского пчеловодства в этот общий процесс, то есть форум достаточно получился широкого, будем так говорить, участия, вот, и потом еще в 19-м году был и второй форум, то есть красочные, в общем-то, вышли потом уже в развитии данного мероприятия, то есть оно именно имело такой вот российский резонанс, потому что в 19-м году, допустим, на него уже были приглашены чиновники из Ульяновской области, из Министерства сельского хозяйства, а в 18-м году как раз от имени форума на департамент животноводства было отправлено обращение, вот, это обращение, то есть автор Рашидов Раушан Ханафеевич, который, соответственно, как пчеловод-любитель, как активист, на тот момент продвигал вот это направление, то есть ту неправомерную редакцию, которая, в общем-то, существовала, но, соответственно, вот эти правила, условно, их не ратифицировали, этот нормативно-правовой акт, а получается так, что он все время находился, как бы, условно в стадии заморозки, вот, и, соответственно, то есть ту редакцию обращения на департамент, в принципе, ну, заключительную верстку принадлежит именно мне, поскольку письмом, ну, уже ретроспективно, после завершения, то есть мне направилось обращение, то есть где Раушан Ханафеевич, именно, будем так говорить, выступил инициатором вот этого обращения от форума, то есть, ну, за его подписью получил ответ, ну, соответственно, размытого содержания, вот, но, к сожалению, таковы реалии, что не всегда какие-то начинания заканчиваются чем-то конкретным и победным, будем так говорить, с точки зрения вот этих конечных вещей, вот. Далее, это уже, будем так говорить, следующий этап вот этой работы. Сложился в федеральном чате пчеловодства, организованном по приказу Джамбулата Хидировича Хатова, заместителя министра сельского хозяйства, куда вошли, в принципе, как представители департаментов профильных, так и, соответственно, общественные деятели, вот. Вот, и весной 2020 года получается так, что непосредственно было сказано руководством департамента ветеринарии о том, что старт, вот, то есть, можно присылать какие-либо редакции ветеринарных правил, то есть, от общественных объединений. Ну, и как раз организация промышленных пчеловодов, которая находилась в стадии, будем так говорить, ратификации своей вот легальной деятельности, то есть, она не была официально зарегистрирована, тем не менее, там открылась рабочая группа, соответственно, то есть, туда вошло порядка 60 человек, но, будем так говорить, еще была одна группа, которая была закрытой, вот, набор, в которую, если и происходил, то, соответственно, очень-очень быстро, то есть, по редакции ветеринарных правил, вот, туда также вошло несколько человек, вот, помимо этого был проект как раз Анны Зиновьевны Брандорф, был проект председателя Союза пчеловодов Крыма Сергея Николая Дмитриевича Клочко, и был проект Сергея Дмитриевича Тастана, как председателя правления Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков продукции пчеловодства. Вот, соответственно, эти проекты, как того требовали чиновники, они были весной направлены им на рассмотрение, и далее, ну, соответственно, отслеживать происходящее уже мы не могли, поскольку, в общем-то, это все находилось вне нашего видения, то есть, а осенью 20-го года, в общем-то, департамент ветеринарии опубликовал свой проект редакции, вот, за подписью Ярослава Аникеевой, вот, как раз, вот этот проект редакции вызвал, будем так говорить, вот, самый широкий общественный резонанс, в том смысле, что, естественно, будем так говорить, ну, чтобы вкратце сказать, не был написан пчеловодами, и, соответственно, содержал очень много вот таких вот вещей, которых очень, ну, будем так говорить, неосуществимый проект редакции вот этих ветеринарных правил. То есть, в связи с этим обострилась, прежде всего, в федеральном чате такая вот борьба за именно тот момент, почему ничья из редакций не была просто-напросто взята за основу. И в этом смысле департамент ветеринарии опубликовал сначала личные приглашения, и потом, соответственно, опубликовал официально список экспертов, кто будет эти ветеринарные правила уже в режиме видеосвязи дорабатывать. Не только, то есть, чьи-то анализировать, а именно заниматься вот доработкой. И вот в этот список вошли Василенко Денис Владимирович как председатель профессионального общества пчеловодов Омской области, Матюшкин Алексей Викторович как председатель КООП Кузбасс Пчеловод Союз, Тастан Сергей Дмитриевич как председатель правления Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков продуктов пчеловодства, Брандорф Анна Зиновьевна как исполняющая обязанности на тот момент директора Федерального научного центра пчеловодства, Чупахина Ольга Кузьминична как президент Союза пчеловодов и пчеловодческих организаций пчеловодства, Капустин Владимир Иванович как председатель правления Союз пчеловодов в Воронежской области, Клочко Николай Дмитриевич как председатель правления Крымской региональной общественной организации Союз пчеловодов Крыма, Маслов Дмитрий Львович как председатель комитета по проблемам пчеловодства при Министерстве сельского хозяйства Саратовской области, и также еще Пристыч Николай Владимирович, заведующий кафедрой кормления и гигиены животных Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины. Вот хочу сказать, что получается так, что происходила некая ротация, то есть, соответственно, ссылка на мероприятие, которое выкладывалось, то есть изначально, то есть те активисты, которые не оказались в списке департамента, то есть пытались войти в состав, то есть и кому-то это получилось сделать, например, Еникееву Рамилю или Мадарисовичу как председателю Союза пчеловодов Приморского края, или, допустим, Вавилову Ивану Леонидовичу как председателя региональной общественной организации пчеловоды Башкирии, который, в принципе, по этим редакциям делал такое вот аудио, эфир, то есть записывал именно на диктофон происходящий. Ну и, соответственно, департамент ветеринарий тоже делали ротацию, в частности, на первой редакции были представители ветеринарной академии имени Скрябина из Москвы, это и доцент Королёв, и доктор наук Масленникова, вот, и, соответственно, потом в эту команду на другом совещании, там, допустим, вошел и Альфир Габдулович Манапов, и, в общем-то, такая легкая ротация, она была, но ссылка на мероприятие, то есть она, в принципе, распространялась, просто факт в том, что мы сейчас говорим о главным образом легитимности, то есть, если эти люди содействовали разрешению вопроса, то есть принятию редакции ветеринарных правил, которые будут именно, будем так говорить, выполнимыми в первую очередь, будут нужными, будут востребованными пчеловодами, то есть не вызовут негативную составляющую и так далее, то есть, ну, соответственно, на данный момент я не знаю, кто обращался с таким запросом в департамент ветеринарии, я еще раз хочу обратить на это внимание, что в моем случае департамент подтвердил участие во всех редакциях, то есть во всех совещаниях, то есть стоят конкретные даты, и, соответственно, подтверждено непосредственно таким образом, то есть документальным планем. Значит, не хотелось бы останавливаться детально на противоборствах, которые сложились между, допустим, конкретно некоторыми личностями, в частности, допустим, Тастаном и Матюшкиным, хотелось бы остановиться на следующем, что появилась общественная экспертиза ветеринарных правил содержания медоносных пчел от рабочей группы регионов РФ, то есть это рабочая с поправками форума «Пчеловод.Инфо», так называемая, то есть этот документ, он массово распространялся ближе после первой редакции ветеринарных правил, которое, видеосовещание, которое состоялось 26 ноября, оно, в частности, мое участие отражено в Инстаграме, то есть видеофиксации видеороликом, вот. То есть, соответственно, на тот момент мало кто придавал вот значение легитимности тех или иных вещей, но про группу регионы, то есть которая создана Иваном Вавиловым в марте, ну, где-то весной как раз 20-го года, и после совещания в Уфе, то есть порядка 30 представителей региональных обществ там были, потом группа начала активно пополняться, вот, и, соответственно, от имени этой группы, как бы сказать, вот была составлена это общественная экспертиза, то есть те, кто поддержали тот проект. Но, соответственно, на самих совещаниях за основу никакой из проектов, по сути, не брался. То есть, допустим, после первого совещания рассмотрели семь пунктов вот редакции Аникеевой, которые переработали именно на месте, то есть в формате онлайн, в формате видеосвязи, вопрос, ответ, дискуссия, обсуждения, то есть буквально по строчкам, по буквам, по словам детально. И, соответственно, вот после этого первого совещания вышла вот эта общественная экспертиза, вот, и, соответственно, с фамилиями, то есть тех, кто именно, будем так говорить, занимался ее редакцией. Вот как раз в этом, это как бы вот расширенный такой список активистов получается. И, соответственно, вот эту редакцию потом за основу, в общем-то, наверное, и организация промышленных пчеловодов, ну, ее руководство говорило о том, что это вот, в общем-то, касаемо вот этой редакции ветеринарных правил, то есть которая принята. Но в итоге, значит, сложилась следующая ситуация, то есть именно к концу года, касаемо некоторых участников, непосредственно официальных участников данного... Ну, вот я посмотрел список, да, мне вот интересно, то есть, как бы, дальнейшая судьба, вот человек здесь, Василенко Денис Владимирович, председатель профессионального сообщества пчеловодов Омского области, то есть вот как-то он исчез с поля зрения у нас, то есть его судьба. А, ну, Василенко Денис Владимирович, это промышленный пчеловод, как раз один из лидеров промышленного пчеловодства России, который как раз и стоял у истоков, получается, возникновения, нет, возникновения организации именно промышленных пчеловодов. Да, то есть в Омске зимой, получается, зимой 19-го года, уже наступил 19-й год, то есть он организовал вот как раз форум с небольшим участием, но, будем так говорить, там, где было объявлено создание именно этой организации промышленного пчеловодства, то есть это один из, как бы, основных действующих лиц, которые вообще стояли у истоков вообще вот развития промышленного пчеловодства в России, в том плане, что много информации о том, что вот существовала какая-то закрытая группа, и я думаю, она на данный момент тоже активна, она существует, то есть это группа первых людей, которые ее создали, да, там, допустим, это Стас Буньков, там, с Казахстана промышленник, вот, насколько мне известно, в частности, там была и Василенко, и где, соответственно, вот эти идеи выхода на общественный уровень как раз продвигались. И здесь суть в том, что на тот момент, после первого совещания, насколько я понимал, происходящее, находясь у себя, естественно, в регионе, и не находясь, допустим, в той самой группе, естественно, каких-то вот закрытые, то есть вот эти вот источники, то есть, ну, я понимал, что Василенко Денис Владимирович активно создавал именно кооператив вот этой организации, которая также была в стадии формирования, то есть образования юридического лица, вот, и, соответственно, к нему было, ну, как к лидеру пристальное внимание, то есть он имел, в принципе, ну, я думаю, по данный момент обладает огромным авторитетом, вот, и, соответственно, получилось следующее, то есть это мой комментарий, насколько вот я располагаю информацией и хочу ей поделиться, то есть что произошло, то есть получается так, что Матюшкин вышел на ролик от Караулова, то есть на канале Ютуб, то есть этот ролик совсем недавно, насколько мне известно, ретранслировался, где он выступил от имени как раз всех-всех регионов, но, соответственно, потом, после этого, в группе промышленных пчеловодов, ну, какая-то дискуссия по происходящим случилась, и в частности, насколько мне известно, то есть ролик этот продублировали еще с участием Николаева Дмитрия Анатольевича, то есть где вот тоже активно говорилось о именно противоборстве, о активном противодействии именно департаменту животноводства, в частности, недопущение чипизации, детальной чипизации ульев и так далее. И здесь вот следующая ситуация, которая вышла, может быть, как-то из-под контроля, то, что Денис Владимирович естественно после участия своего в редакции ветеринарных правил, то есть там, допустим, в одном совещании, то есть во втором совещании, там, допустим, от 24 декабря второе совещание, 24 декабря 2020 года оно произошло, то есть в принципе в группе регионов он сделал ряд высказываний, ну, в частности, что, ну, действительно там эти ролики были проплачены, деньги собирались с промышленных пчеловодов там и так далее, вот, ну, как-то вот, я не знаю, кто-то это увидел, кто-то не увидел, но после этого уже в той группе, где были инициаторы создания организации промышленных пчеловодов, то есть организация еще не была зарегистрирована, то есть случилось некое, ну, подобие какой-то разборки, что ли, так даже можно сказать, с участием как раз и Василенко, и Матюшкина, и Николаева, и в частности, если процитировать Матюшкина скрином, который сделан, а это Денис не привык молча принять ситуацию, и в посторонней группе начал обсуждать действия председателя и мои, сказав публично, что мы не представляли отрасль, а подставляли, и в доказательство своей правоты вынес информацию, полученную в закрытой группе Союза, на всеобщее обсуждение, что мы, как бы, что Караулов нас развел на деньги, и где и были озвучены суммы участия в передаче. Я, подписывая договор о проведении интервью, дал обязательство не разглашать коммерческую информацию. Николаев тоже подписывал аналогичный договор. Если бы не повторное интервью, никто и не узнал бы, что я заплатил рекламный сбор. Таким образом, Денис, вынося коммерческую информацию из закрытой группы на широкую аудиторию, подставил и меня лично, и организацию. Так как Николаев уже давал интервью не как частное лицо, а первый руководитель Союза. Но Николаев на тот момент, естественно, официально не был руководителем Союза, поскольку мы об этом дальше будем говорить и будем останавливаться. А в том смысле, что коммерческая тайна, ну то есть была организация, то есть собирались деньги, то есть никто не говорил о том, что конкретно держите язык за зубами, и то есть вот это все, что мы делаем, это, будем так говорить, тайна за семью печатями и так далее. То есть такого, ну никто не не было никаких предупреждений, то есть, а Денис, в свою очередь, он получилось так, что по той ситуации Денис Владимирович Василенко, он, в общем-то, пытался продвинуть как раз вот этот общий проект редакции. Он, ну на правах председателя Омского общества, то есть сделал определенные звонки и в тот же департамент животноводства и так далее, но насколько я понял, что в происходящем, будем так говорить, когда он вышел именно на Бутусова, то есть директора департамента животноводства, то есть руководителя департамента животноводства Минсельхоза России. То есть и суть происходящего, она отражена в том, что как раз по редакции ветеринарных правил, соответственно, Николаев не принимал участия, то есть он не был ни в группе, где происходила сама рецензия, он не был вот в этом вот запечатленном. Списки нету. Да, списки нету, и то есть соответственно, тут он получается, будем так говорить, на таких правах, как бы эксперта, которого по сути в списке нет, но естественно у него есть большая, ну как бы в смысле возможности, то есть запросить, если вдруг это оказалось не так, но просто есть аудио. Дмитрий, вы понимаете, о чем вы сейчас говорите? То есть я так слишком много сейчас говорю. Мне эту информацию вообще, ну как бы, ну не то, чтобы даже не давали, как бы, ну разглашать, да, это очень ограниченная информация. И то, что я пытался выйти непосредственно на Алексея Викторовича в личке, я пытался до него достучаться и ему эту информацию донести. Он категорически, ну, отказался об этом слушать, поэтому, что я должен был еще делать? Я понимал, кто такой Алексей Викторович, да, что это серый кардинал, руководитель СППТС, а вы назначенный директор. Я правильно, я правду об этом говорил, говорю и буду говорить. Вот поэтому я действовал так, как я посчитал нужным. Больше я, как бы, ну, в этом случае ничего сказать не могу. Денис, в личке, и не только в личке, именно в группе разработчиков и правил было сказано, что с Аникеевой ты игры затеял сам, играя на здоровье, но с Бутусом незачем затевать эти игры. Ты проиграешь и проиграет вся отрасль, и мы проиграем все пчеловоды, потому что это подобно Тастану, еще раз тебе говорю, и в личке, и здесь, и в той группе тебе было сказано, не идти ни на какие тайные переговоры ни с Бутусовым, ни с другими представителями руководства Минцельхоза. А что ты не послушал, сделал свой выбор и пытаешься всячески сейчас провести линию Минцельхоза? Ты же нам говорил сам, что Минцельхоз на 90% примет наш вариант. Я говорю, Минцельхоз, конечно, согласен, а 10% в виде чипизации, кочевых карт и прочей ерунды, предлагаемой Тастаном, он как раз и включит свои 10%, которые не примет. Поэтому все это было тебе сказано, ты сам сделал свой выбор. Извини, но здесь нечего скрывать. А про серого критинала ты меня удивил. Ты же был с самого начала в группе промышленников Устаса. Кто пришел в союз, кто пришел в группу и начал агитировать за союз? Я? Я в этой группе 2 года находился с момента ее создания. И ни слова никого никогда, и не нужен мне союз. До сих пор он мне не сильно нужен был. Но если я в что-то включаюсь, я начинаю работать. И роль я не подменяю здесь никак. Если есть председатель, есть Дмитрий, есть большой совет, есть кооператив. Поэтому максимум я курирую кооператив, и не более того в союзе. У вас тут прям политические какие-то интриги, игры играются. Борьба. Это серьезный такой момент был, когда Василенко в принципе разжаловали, сказали, что он больше не будет являться председателем кооператива. Он просто рядовой член организации. После чего он покинул организацию. Но собственно говоря, суть в том, что на тот момент кооператив был учрежден именно в Омске. Именно под этого человека люди конкретно хотели брать инвестиции, запрашивать кредитные средства и так далее. То есть этого ничего не произошло. Вместо этого, насколько мне известно, в общем-то, кооператив неэффективно исполнял свою работу в течение следующего года. А в отношении вот этого высказывания, которое лично принадлежит Матюшкину. То есть понятно, что, допустим, общественной работы его вообще не интересовало. То есть только как раз коммерческое направление. Но тем не менее, вот после этих вещей он взял в группе регионы на себя инициативу. То есть проходили определенные совещания. Уже в группа регионы подключалось. Будем так говорить о создании. Много было направлений о чем. Но в частности о создании там той же самой СПР. И на одном и после одного из этих совещаний как раз в эту группу Матюшкиным было выложено список из 14 фамилий. Как раз вот костях составили вот те, кто работали над этой редакцией. Вот. Соответственно, Матюшкиным было заявлено о том, что он как раз решил вопрос с Бутусовым. О том, что будет создана менее такая вот эффективная группа по решению всех злободневных вопросов для пчеловодов. И вот список тех людей, которых Матюшкин доверяет. То есть, соответственно, получилось так, что Василенко, пытаясь, будем так говорить, работать именно во благо и не совершая каких-то, ну, кулуарных действий, да, был отстранен в связи с этим за свою активную гражданскую позицию. А, соответственно, Матюшкин как раз и занимался вот этой самой кулуарщиной по факту. То есть, он, по сути дела, выставил неудел очень многих общественников, эффективных и, соответственно, с большим опытом подобных взаимодействий, грамотных людей. Вот. Вместо этого, соответственно, сформировав некий свой список. То есть, соответственно, были, в принципе, недовольны, как это так случилось. Но, ну, понятное дело, людей подключают, ну, в группу, в принципе, в WhatsApp, да, то есть, он может сегодня прочитать, что там какое-то совещание или не прочитать, быть занятым. Потом, в общем-то, Россия это часовые пояса, то есть, о таких вопросах как бы логично подумать, что как-то надо заранее уже знать и так далее, чтобы люди уже знали, зачем им надо подключаться, будет такой вопрос, если он решен. Но получилось так, что Матюшкин как раз сработал впустую, то есть, департамент вот эту инициативу, хотя он говорил о том, что вопрос решен, то есть, вопрос не был решен. То есть, прошло время, новогодние праздники, но самое интересное, что после выхода, допустим, нашей концептуальной статьи, то есть, в отличие от, будем так говорить, вот этой кулуарной борьбы, нами, то есть, именно по редакции, по, будем так говорить, по рукописям, по смертным великого ученого, был предложен вообще новый принципиально вариант реформирования ветеринарной службы, то есть, статья до сих пор в открытом доступе, и, будем так говорить, я отдельно же, вот год назад примерно, примерно, да, давал вот, как бы даже, будем так говорить, на уровне презентации вот эти вещи, то есть, а почему нет, почему не попробовать таким образом? Тем более, если человек, который, в общем-то, являлся автором идеи, а это именно академик Гробов, Олег Федорович покойный, то есть, соответственно, который имел, в принципе, огромное общение именно с зарубежными коллегами, знал, каким образом поставлена работа у ветеринаров по пчеловодству именно за рубежом, а мы, по сути дела, работали вот именно в том ключе, который нам, в принципе, был предложен департаментом. То есть, принципиально получилось так, что, будем так говорить, эта редакция, она в конечном счете после третьего совещания от 16 февраля уже была доработана, но, соответственно, оставила, ну, ряд вопросов, с которыми тоже очень тяжело было согласиться. Это касалось и карантинирования, и, будем так говорить, вот эти все вещи, они, в общем-то, до сих пор не решены, не будут решены, то есть, эти все поправки, они отклонены. То есть, касаемо, получается, вот этих вещей, которые, будем так говорить, могли бы что-то изменить, ну, там, допустим, было и письмо Кашковского активно, то есть, как бы распространялось за подписями многих пчеловодов о том, чтобы возродить подготовку ветеринарных специалистов по пчеловодству, которая утрачена, вот, ну, здесь, в общем-то, таким вот образом. То есть, ты имеешь в виду статью, это создать вектор развития в пчеловодстве? Ну, нет, нет, тут вот Кашковский, вот наша статья, она вышла как раз к годовщине 12 апреля, вот, приземление Гагарина, как раз к годовщине, мы просто в том плане, в творческом соавторстве подошли именно к решению вопроса, ну, к инициативе, к инициативе в том, чтобы попытаться вопрос племенного дела вывести на новый уровень развития племенного дела, вот, и, в принципе, на эту статью как раз Кашковский давал рецензию, то есть, она на одном из каналов есть, и, в принципе, ссылка, я думаю, будет размещена, то есть, он, в принципе, в целом, насколько он представлял, как бы, вот это все, разбор этого, этой статьи, то есть, дал в целом позитивную рецензию на эту, да, вот недавно была его очередная годовщина, день рождения, вот, то есть, вот таким образом, то есть, мы просто подчеркиваем то, что, в частности, по отношению к нашему пчеловодству, именно к Саратовскому, вот, в плане редакции ветеринарных правил, как раз развернулась после гонений, будем так говорить, на Дениса Владимировича, уже начала разворачиваться в нашу сторону, то есть, потому что, реально, будем так говорить, группа лиц, она, естественно, хотела полностью владеть вот этой ситуацией, и, в частности, получилось так, что, допустим, в той же группе регионов подключен председатель регионального областного общества, но, допустим, Раушаном Ханафевичем, под предлогом того, что в регионе общества нету, на самом деле, то есть, был подключен председатель районного общества. Так, ну, это, я так считаю, что политическая борьба уже начинается у нас здесь. Ну, вот, я думаю, что это был ее старт. То есть, да, то есть, и в дальнейшем она как бы разыгралась, да, и вот, я так понимаю, что, помимо саратовского пчеловоза, она ударила ее лично по тебе, то есть, да. Ну, в целом, в целом-то, конечно, таким образом происходящие вещи... В свое участие. Да, да, то есть, получается так, что, допустим, я спрашиваю в личку Раушана Ханафеевича, что вообще, на каком основании к таким выводам пришли, и, зная наше с ним личное знакомство, почему он, допустим, не обратился, допустим, ко мне за какими-то разъяснениями, это же логично. Ну, да, да, да. Нет, он написал мне, что беседовал с Тюрином, и, в смысле, вот да, то есть, не услышал от того подтверждения, что общество есть. То есть, мы в Саратове находимся без общества, у нас пчеловодов никого нет, есть только любители, то есть, те, которые, как бы, в лице, как бы, Тюрина. Ну, я не могу сказать, то есть, сто процентов, как это у них общение происходило, и, как бы, как это достоверно и дословно все звучало, но, соответственно, есть просто-напросто легитимные, в общем-то, действия, вот, к разъяснениям, и, соответственно, председателя областного общества, ну, как бы сказать, он негодовал, в принципе, он и не хотел, будем так особо говорить, ну, освоить... У нас председатель областного общества, это кто? Ну, у нас Микотин Александр Вячеславович, да. То есть, соответственно, он выложил, ну, то есть, его это обидело, то есть, на каком основании вот эти вещи, ну, так, с таким утверждением серьезным. То есть, это показывает, наверное, будем так говорить, еще вопросы профессиональной этики, вопросы... Ну, а не профессионализм и все. Ну, ну, каких-то вот таких вещей и составляющих совершенно непонятных. То есть, в итоге, соответственно, люди, которые ввязываются в подобные, как бы сказать, так активно, то есть, просто-напросто, наверное, они как-то не думают о каких-то, будем так говорить, ответных последствиях. То, что, допустим, сейчас уже известно о том же Раушане Ханафеевиче, то есть, где-то на каких-то форумах ведутся ленты, человек активно выступает, ну, как бы сказать, как некий мессия, как некий чудотворец, как некий, будем так говорить, ну, решатель проблем, будем так говорить. А в целом, если за основу взять какие-то легитимные составляющие, предоставить им, допустим, если уж он там, как бы сказать, как эксперт по редакции ветправил, то есть, ну, тоже, ну, как бы говорить так, то да, представить, пожалуйста, документ от департамента ветеринарии, где будет, соответственно... Ссылочка будет. Да, да, где будет, соответственно, указано, что, то есть, Рашидов, Равшан Ханафеевич, да, понятно, что можно совершать частные звонки, можно находиться в каких-то группах и тому подобное. Опять-таки, группы – это интернет, да? То есть, закрытое общество, в котором там в Ватсапе находится 150 человек, то есть, да? Ну, примерно, да. То есть, здесь-то мы, получается, имеем с чем дело? С тем, что на уровне официальных приглашений, то есть, вот, вот, вот с чем, как бы, за подписями, тут вот, например, в случае 24 ноября – это за электронной подписью Новиковой приглашение именно директора департамента или заместителя департамента, как в следующем случае, в следующей редакции. И то есть, кто на общественных началах, допустим, отрабатывал вот эти все вещи, совершенно, как говорится, не пользуясь какими-то пиар-составляющими, допустим, да, это одна вещь. Но, будем так говорить, есть проблема с профессиональной этикой. Вот о чем мы говорим. И сейчас мы, в общем-то, вот этот вопрос, наверное, продолжим обсуждать уже в следующем, под следующем. Да, давай. Спасибо.